Добрый вечер! Ваш выбор телеканал Узбекисту Антараха. В эфире передача на перекрестках истины. Продолжаем беседовать на различные исторические темы с философами, учеными и историками. На сегодняшней передаче нам расскажет о жизни Чингисхана учитель истории 110-й школы Мирабадского района города Ташкента Сабитова Карина Сабировна. Рада вас видеть. Здравствуйте! Тоже очень рада вас видеть. Карина Сабировна, почему Чингисхана называют знаковой фигурой в мировой истории? Прежде всего потому, что без преувеличения скажем, что именно этот человек развернул историю чуть ли не на 180 градусов. Он является причиной разрушения многих цветущих государств. Прежде всего отметим государство Хорезм Шахов. Там были и объективные, и субъективные причины. Поговорим о них позже. Также практически они дошли до Польши, до территории современной Польши. И только смерть одного из потомков Чингисхана остановила дальнейшее продвижение монголов уже после смерти Чингисхана дальше на запад. Если бы не смерть Хана, это был Хан Джучи, возможно, сейчас мир был бы совершенно другим. Кто такой Джамуха и какие у него были отношения с Чингисханом? А Джамуха или Джамуха, там ударения бывают разные, это побратим. Он во время вот этих своих скитаний, он с ним, это тоже из одного из племен, там племен было очень много. Это тоже молодой человек, юноша, чуть-чуть старше самого Тимуджина, с которым он стал побратимом. Они вместе совершали различные набеги, они вместе добивали пропитание, ну и, скажем так, поклялись друг другу в вечной дружбе. Но, вы знаете, в те времена монголы были, откровенно сказать, полудиким народом, очень-очень далеким от цивилизации. И дружба у них носила такой непостоянный характер. Вот, они дружили, когда было что-то кому-то выгодно. И впоследствии тоже, я вот расскажу, их дружба дала трещину, и они стали друг другу чуть ли не смертельными врагами. Вот эти подробности из каких источников? Ну, эти подробности прежде всего нам... Потому что вот детально. Да, эти подробности прежде всего нам известны из хроники одного из авторитетнейших источников, такого уже мной упомянутого, это Рашид Аддин. Китайские источники, довольно-таки многочисленные. И самый главный, наверное, источник, это сокровенное сказание монголов, неизвестным автором, написанное в XIII веке, которое весьма детально повествует о вот таких подробных моментах его жизни. Может, даже из самих уст Чингисхана? Да, да, возможно, это было из устно, потому что в то время монголы передавали свою историю из устно. И они довольно-таки ее хранили бережно, и тем более такая для них знаковая фигура, как Чингисхан, конечно, его подробности жизни до мельчайших подробностей были известны. Хорошо. Карина Сабировна, расскажите о завоевании государства Харизм-Шахов со стороны Чингисхана. Государство Харизм-Шахов, как я сказала, на территории нашей страны было в то время, не только в Средней Азии, но и вообще на Востоке, одно из самых процветающих государств. Его можно назвать одним из самых процветающих государств. Оно было и культурным, и цивилизованным. Тогда правил Харизм-Шахов был весьма самонадейным человеком, и вот он из-за этой самонадейности очень сильно пострадал, потому что уже в 20-х годах XIII века, в 1220-х годах, когда уже Чингисхан, вернее, Тимуджин был провозглашен на Курултайе ханом, он взял себе имя Чингисхан, то есть это Чингис, но это Тингис, это море, как бы безбрежное, как море. Он подчинил себе все непокорные монгольские племена, покорил также царство тангутов, но не до конца они восставали, и он их в конце своей жизни подчинил полностью. Но в то время он начал уже присматриваться в сторону Харизма, в сторону Атрара, в сторону Самарканда. Им завладело великое желание завладеть вот этими богатейшими и культурнейшими землями. И, как мы знаем, в Атраре известное было убийство послов Чингисхана. Вообще это была, откровенно сказать, провокация, потому что в обычаях монголов это действительно было так. Они, когда хотели завоевать ту же Русь, например, или тоже государство Харизм-Шахов, они поначалу под видом торговцев, они туда засылали шпионов. И Мухаммад, один Мухаммад второй, Харизм-Шахов, он, естественно, прекрасно понял, что это вообще-то никакие не торговцы, это шпионы. Они были захвачены в плен и казнены. В то время, понятное дело, что со шпионами не могли поступать по-другому. И это явилось, как бы сказать, сигналом для монгольских войск совершить поход на земли Харизма. И в очень-очень короткое время Харизм, Самарканд, Атрар были, опять-таки, с монголы прошлись смерчи и в прямом смысле слова уничтожили и цветущий Самарканд, и Ургенч. Ургенч они практически сравняли полностью с землей, угнали в плен огромное количество жителей. Ну, монголы, откровенно скажем, были весьма жестоким народом, никого они не щадили. И тот же Рашид Аддин описывает, что только вороны пировали на останках некогда цветущего Ургенча. И таким образом государство Харизм-Шахов, оно пало. Но сын Харизм-Шаха Алла-Аддина, знаменитый наш герой Джалалидин Мангуберды, он до... надо отдать ему должное, это был действительно очень смелый, отважный, храбрый человек. Он до последнего сопротивлялся монголам, сражался против них. Но, к сожалению, вместо того, чтобы объединиться вокруг такой знаковой фигуры, скажем так, остатки государства Харизм-Шахов, они предпочитали поскорее или сдаться в плен, или они начинали просто выяснять друг с другом отношения, или и того же Джалалидина Мангуберды, они просто совершали часто предательство в отношении него. И как бы не был храбр этот человек, конечно, он без войска, он не смог особо сопротивляться. И вот таким образом цветущие государства Средней Азии были на много-много лет превращены буквально в пепел и в залу. На много десятилетия даже, да? Да, на много десятилетия. Там около больше 50 лет это было. И даже когда родился Амир Тимур, было еще такое, знаете, запустение, что отмечают очень многие хронисты. То есть Средняя Азия пришла в себя после монгольского нашествия только вот и снова как бы воспряла, и снова стала цветущей только во времена Амир Тимура. Да. Ясса Чингисхана как единый степной закон. Что мы знаем о нем? Ну, ясса, вы знаете, тоже такой интересный момент, как в сокровенном сказании монголов. Мы знаем только обрывки. Это тоже, скорее, вероятнее всего, это изустное предание монголов. Оно вообще приписывается самому Чингисхану. Это просто, грубо говоря, уголовный кодекс монголов. А надо все-таки отдать монголам должное, когда они покорили огромные территории и основали на них улусы. Это белый улус, золотая орда. Это было действительно вполне себе такое государство. Они достаточно быстро наладили государственное управление. Появились чиновники, чиновничий аппарат. А где есть чиновничий аппарат, там, естественно, нужна и законность. И для XIII века ясса была достаточно прогрессивным явлением, хотя, конечно, очень жестоким. Там за большинство преступлений полагалась смертная казнь. Прежде всего, за угон скота. Понятное дело, что скот, крупный рогат, для кочевника это жизнь. Даже, можно сказать, за убийство раба так не карали, как за угон скота. Опять-таки, за какие-то такие нравственные преступления казнили. За, скажем так, загрязнение. Вот один из таких интересных примеров. Если загрязняли воду, например, да, тоже для монголов вода, это тоже была одна из священных стихий. За это тоже полагалась смертная казнь. Очень суровые законы. Очень суровые законы. Ну, степь там, понятно, что степь, она сама суровая, законы суровые. Но надо сказать, что монголов это достаточно сильно организовало. И вот мы знаем, конечно, да, это поначалу был полудикий кочевой народ. Весьма жестокий, весьма суровый. Давайте будем говорить о древних монголах. Да, о древних монголах. Да, прошу прощения. Надо причеркнуть, конечно. Да, подчеркиваю, что это были времена Чингисхана. Это все-таки средние века. И надо понимать, что в то время были такие законы просто на выживание. И опять-таки условия, в которых проживали монголы тогда, степные, там они были очень далеки от того, чтобы, скажем так, в степи можно было комфортно жить. Они были очень далеки от комфорта. То есть эти люди просто-напросто выживали. И понятное дело, что и законы, они способствовали как можно большему выживанию. Но надо сказать, что когда монголы познакомились с соседними народами, опять-таки со среднеазиатскими народами, с государством Харвизом Шахов, с китайцами, в первую очередь, они почерпнули там много для себя новаторского, прогрессивного и начали цивилизовываться. Вы знаете, я где-то читала, что даже Амир Тимур вначале придерживался этих законов, ясно? Да, да, у Амир Тимура, да, надо сказать, что... Потому что это был единый... Единый закон, да. Да, и вы знаете, что вот интересно со степными вот этими законами, их придерживался не только Амир Тимур, потому что он, как мы знаем, происходил из рода Барласов, который, ну, очень сильно соприкасался с монгольской культурной средой, очень сильно, и они, конечно, оттуда многое взяли. Даже на Руси яса очень повлияла и на, допустим, на будущую русскую государственность, и даже когда стало возвышаться московское княжество, даже когда появился Иван Грозный, Иоанн Васильевич Грозный, да, он тоже, на него вот эта яса тоже повлияла. Понятно. Карина Сабировна, а была ли женщина, которая сыграла важную роль в жизни Чингисхана? Да, как вот мы видим, что Чингисхан был, говорим, что он был и жестокий, и суровый, но у него была тоже слабость, у него была любимая женщина, это его старшая главная жена, вот эта самая Борте, с которой он познакомился еще ребенком. Вообще там очень много он с ней различных перипетий пережил. Начнем с того, что как только они поженились, Борте на то время было 19 лет, то есть для монгольской девушки того времени это был предельный возраст замужества. Тем не менее она дождалась Тимуджина, потому что это была действительно, как ни странно, большая любовь. Ее похитие, когда она была уже беременна, старшим сыном Чингисхана, будущим ханом Джучи, ее похитило соседнее племя меркитов. И тогда еще совсем юный Тимуджин, даже еще он не был тогда он Чингисханом, со своим тогда еще побратимым вот этим Джаму Хой отправились ее отбивать обратно. Им это удалось, они вернули ее в целости, сохранности, хотя потом злые языки утверждали, что Джучи якобы не сын Чингисхана, но это на самом деле не так. Она на тот момент была уже беременна, потому что было зафиксировано рождение Джучи хронистами позже. Это все вот сыновья Чингисхана, их четверо были, от Борте, они и были главными ханами у Чингисхана. Это Джучи, Чагатай, Угедэй и Тулэ, Тулуй или Тулуй. А что известно о религиозной толерантности Чингисхана? Потому что есть очень много мифов, которые путают людей. Есть и мифы, но есть и исторические источники. Опять-таки и потом более современные исследователи, такие как знаменитый русский историк Лев Николаевич Гумилев, который очень подробно исследовал жизнь обычаи степняков в то время. То есть у нас есть на это авторитетные источники. При всей своей, скажем так, своеобразии Чингисхан признавал равенство всех религий, которые существовали в его государстве. Это удивляет меня. Да, меня это всех удивляет, и даже до сих пор современных исследователей. Сам он до конца так и оставался верен культу бога, вернее, культу Тенгри, это великое небо, Тенгри, Тенгрианство. Но он прислушивался также и к мусульманским священнослужителям, и к христианам. Это христиане тогда были не историанского толка. Причем в его ближайшем окружении было достаточно много тех же христиан. И также и к буддистам, и к шаманистам, к людям, которые исповедовали шаманскую веру. Причем шаманство и тенгрианство, они достаточно различаются. То есть Чингисхан говорил, что он не дает предпочтения никакой религии, потому что он сам по себе был человеком, видимо, наверное, по натуре достаточно суеверным. И, как говорили те же его современники, он просто боялся обидеть чужих богов. Понятно. Нам очень интересно из этой степной империи его сыновья, потомки. А его вот сыновья я уже упомянула. Вот эти четыре главные его сына от Борте, которые до своей смерти... Борте умерла, когда ей было чуть больше 50 лет. Она была главной женой, самой любимой женщиной в жизни Чингисхана. И свое государство, Улусы, он отдал именно своим четырем сыновьям. Ну, конечно, у него были жены, как у всех, скажем так, людей его, скажем, статуса. Да, был, конечно, достаточно обширный, скажем так, гарем. Там были жены, наложницы. И все-таки существует огромное количество его потомков до сих пор. То есть в ком течет, это можно установить по ДНК, в ком течет его кровь. Но один из его самых знаменитых потомков, это хан Батый, который возглавил Великий Западный поход и дошел практически до Кракова. Карина Сабировна, какую роль сыграл Чингисхан в мировой истории? Исследования ученых нам интересно. И, насколько я знаю, еще неизвестно, где он похоронен. Да, да. Ну, я уже говорила, что этот человек, можно сказать, перевернул мировую историю. И вы знаете, что вот интересно? Все-таки, возможно, это совпадение, но, возможно, и это природный фактор. Вместе с монгольским нашествием сначала в Золотую Орду, ну, и потом далее, да, через, скажем так, море Средиземное, да, в Европу пришла черная смерть, чума. Все-таки она, думают, даже пришла не из китайских, а из монгольских степей. Как черная смерть повлияла на Европу, мы знаем. Вымерло две трети европейцев, умерло, вернее, от чумы. Это первое. Второе. То есть та же древняя Русь, она потерпела существеннейшие изменения. И, можно сказать, та Русь, которая появилась позже, она стала такой именно благодаря монгольскому нашествию. И почему неизвестно до сих пор, где он похоронен? Расскажите вот о этих моментах тоже. Есть такая легенда, что Чингисхан в своем завещании, опять-таки это предание, где его могила, неизвестно. Ну, некоторые говорят, что он похоронен, собственно, в Монголии, в Каракоруме. Это исчезнувший город монголов. Некоторые утверждают, источники, что где-то на Алтае. Но где эта могила, мы не знаем, потому что по преданию сам Чингисхан велел над своей могилой пустить стадо лошадей, чтобы она была сравнена с землей. А тех воинов, которые совершали погребальный обряд, их самих убили. Пустили стадо лошадей, то есть мы действительно до сих пор сравняли. То есть она, как бы не знаем, вот она не существует, эта могила. И до сих пор могила Чингисхана действительно не найдена. Иногда находятся там какие-то курганы, говорят, что вот она могила Чингисхана. Но все это оказывается не так. Карина Сабировна, на данный момент вы работаете с учениками средней школы. И во время рассказов про Чингисхана с какой точки зрения вы даете информацию о этой важной исторической персоналии? Ну, я, во-первых, стараюсь придерживаться исторической объективности. Я говорю, какие все-таки действительно без преувеличения бедствия он принес и среднеазиатским государствам, и миру в целом. Но в то же время я не забываю подчеркнуть и некоторые положительные черты. Такие, как уже упомянутая мною религиозная толерантность. Опять-таки создание каких-то законов при всей своей суровости достаточно прогрессивных для XIII века. Вот такая интересная сегодня беседа была у нас о Чингисхане. Спасибо, Карина Сабировна. Приходите еще. Спасибо вам. Дорогие телезрители, я еще раз напомню. Сегодня о жизни Чингисхана нам рассказала учитель истории 110-й школы Мирабадского района города Ташкента Сабитова Карина Сабировна. Оставайтесь на телеканале Озвекиста Антараха. Продолжение следует...